Приветствую вас, друзья, на канале ТОП-Обзор. Сегодня у нас новая яркая реакция с переводом. Три прекрасные испаноговорящие девушки, которые являются логопедами, будут смотреть и разбирать голос Димаша. Они впервые слушают этого замечательного певца, и я думаю, что вам очень понравится их реакция. Друзья, спасибо, что вы с нами. Я напоминаю, что мне, как переводчику, придется присутствовать в кадре, чтобы данный ролик не удалили из-за авторских прав. Приятного просмотра, друзья! Приветствую вас, друзья. Привет-привет. Ой, что она говорит. Привет, друзья, как дела? Мы надеемся, что у вас все в порядке. Как всегда, мы собираемся. Я Софи, я Нэнси, я Альма. И мы профессиональные логопеды. Мы любим и обожаем голоса и артистические голоса. Поэтому мы сегодня посмотрим с вами одно видео. Как и в прежний понедельник, мы будем реагировать на новое видео. Итак, что у нас сегодня? Так-так-так-так-так-так-так-так. Это Анный Человек предложил нам это видео. Это Димаш Кудайберген. Димаш Кудайберген. Мы будем смотреть его. Ого! Ничего себе! Димаш Кудайберген, певец, автор песен из Казахстана. Страны, которая находится в Азии. Вернее, бывшая СССР. Так что это смесь Азии и Европы. Вот. Вы увидите, что у певца полувырванные глаза, так скажем. Так, что-то не то сказала. Значит, он симпатичный, да. Упс. Может быть, может быть. Всё может быть. Он родился в 94-м году. Ему 23 года. Если меня математика не подводит. 24! 24-23. Это смотря какой месяц. Итак, у него есть дар. Родители его известны и певцы. Судя по тому, что написано в Википедии, у него очень широкий вокальный диапазон. Поэтому я оставляю большие надежды. И он высокий. Он очень высокий. Да, вот примерно вот такой. Так, посмотрим, как это получится. Он участвовал в некоторых программах Китая, России и так далее. Он очень знаменитый. Я очень хочу его услышать. Таят, Ваше. Спасибо за предложение. Теперь мы его послушаем. Тогда мы начинаем. Эстрадная песня Витебск 2015. Он очень молодо выглядит. Согласно Википедии, он высокий. То есть молодой. Он юноша. Он молодой. Он выглядит молодо. Он очень молодой. Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие друзья, я надеюсь, что вам нравится эта реакция. Посмотрите, какие приятные девушки у нас сегодня в кадре. Логопеды. Пожалуй, таких людей мы еще не видели в реакциях на Димаша. Оттого, данное видео вдвойне интереснее. Ведь именно эти люди знают, как правильно извлекать слова. И я уже не говорю про невероятное пение Димаша. Тем более, когда ты слышишь и видишь это впервые. Думаю, что девушки надолго запомнят это видео. А мы продолжаем, друзья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Боже мой, о боже мой. Это наш возраст, боже мой. Мы понимаем, что это видео стало вирусным и таким известным. Я понимаю, почему. Я его фанатка теперь, я присоединяюсь к его фан-клубу. И я думаю, сразу три фаната теперь. О, господи, что это было? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В нём мы видим всё. Совершенно всё. Этот момент у нас возникает. Конфликт. Можем ли мы называть популярного певца? Должны ли мы внести какой-то регистр вокал? Что-то вообще об этом говорить? Это лирическая песня. И это видно. Это очень видно. Это единственный аспект, который сочетает в себе и то, и другое классическое и популярное. Но это браво. Вот есть Нино. Что-то напомнило мне, да? Так. Это без слов. Просто без слов. Удивительно. Он удивительный. Он мастер вообще всего. Ты слышал этот свист? Да, это звучит пронзительно. Похоже на свист, но мне кажется, что это фальцет. Издаёт фальцет, делает бельтинг или усиленный фальцет. Потому что эта длина очень высокая. Это усиленный фальцет, типичный для рока, глэм-рока. И вдруг глубоко начинает петь тихо, а затем глубоко вот этим голосом. И контроль над воздухом безупречно, безупречно всё время и интенсивно. Ага. Да, на самом деле он начинает с очень контролируемого дыхания. И не то дыхание, когда, по крайней мере, у некоторых поп-певцов имеется дыхание, обусловленное вокальными характеристиками, которые им действительно стоят. Достижение немного более полного звучания. Не такого воздушнее. Но у Димаша суперконтроль. Он очень обдуманно всё делает. Он очень отрепетировал всё до малейших просто моментов. Мы собрались сделать короткое видео, но это будет невозможно. Потому что невозможно остановить это всё. Это очень максимально. Глубоко. Да. Я присоединяюсь. Сколько у него? Какой регистр? Вокальный диапазон какой у него? Будет он ли он вообще... Три октавы? Три октавы легко он сделает. Очень популярный... У популяровых певцов, как правило, две октавы. Но он легко сделает три. И он делает это очень широко. Как и для женщин, так и для мужчин. У мужчин более усиленный фальцет, так скажем. Более регистр фальцета. Мужчинам сложно работать. Потому что мужчины в целом хорошо владеют модальным регистром грудью. И он у них самый широкий. На самом деле, если вы начинаете собирать примеры из поп-среды и так далее, большинство из них имеют хорошие записи в груди. И когда они начинают выделяться, это происходит тогда, когда брейк приходит очень высоко с фальцетом. И там они делают мелизмы некоторые. Например, Тедер, Бруно Марс, Адам Левин. Люди, ведущие острую игру, так скажем. Но у Димаша фальцет простой. Просто фальцет. Но есть и усиленный, как у рокеров. И ему сколько? 24? Он играет со всем своим регистром. Дело в том, что в какой-то момент ты слушаешь вообще все. Потому что обычный человек по анатомии с его модальным регистром, самым глубоким, может легко их сыграть. Но вот это я не понимаю. Это серьезно. Это вау. Это очень впечатляет. Я очень близка к его возрасту. У меня 23. И ему должно быть 23 или 24. И в мечтах я не дотягиваю до такого уровня никак вообще. Я считаю, что современные певцы не достигли такого уровня, как Димаш. Я имею в виду, что вокальная подготовка и генетика, о боже, его семья. Здесь мы уже вступаем в дискуссию. Певец – это талант или... И я думаю, что здесь намешано вообще все полностью. У него есть все полномочия, так скажем. Спасибо вам большое, что подсказали нам это видео, что мы посмотрели. Я думаю, что он очень популярный. Да, теперь вопрос. Он сочняет и поет песни сам. Он автор, исполнитель. Соответственно, благодаря субтитрам мы видели, что о чем говорится в этой песне. Когда он говорил о птицах, он пел голосом более острым. Это очень подходит к тому, что он поет. Это гениально. Интерпретация. Все, 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 все вот это. И на самом деле он и имеет публику. Он не разочаровывает ее. Он очень внимательен к тому, что он делает. И он знает, что он делает. Вот, что он хочет. Знает то, что он хочет сделать. Ух ты, вау! Без слов потрясающе. Еще раз нету слов у нас. Если вам нужен пример тому, что он делает, то это... Ну, вы сами все видели. Он может вообще все, мне кажется. И это было сегодняшнее видео. Спасибо вам большое за то, что предложили. Нам это видео. Мы очень благодарны вам за это. И так что, если есть какой-то другой еще такой исполнитель, о котором мы не знали, не имели понятия, то напишите нам о нем. И мы очень будем рады сделать реакцию на него. Вот. Я думаю, что сегодня все получилось. Обязательно оставьте комментарии, лайки. И подписывайтесь на нашу платформу на ютубе. Спасибо вам большое. Все. Пока-пока-пока, друзья. Пока-пока-пока-пока. Увидимся в понедельник. Дорогие друзья, наш канал существует только благодаря вашей помощи. Если вам нравится то, что мы делаем, и у вас есть возможность помочь нам любой суммой, то вы можете это сделать по ссылке в описании через приложение Донат Алирс. Вместе с донатом вы можете отправить нам сообщение, и мы зачитаем его в нашем новом видео. Спасибо вам большое. И до скорых встреч в новых выпусках.